Добрый день! Сегодня мы научимся с вами вязать вот такие квадратики крючком. Для того, чтобы провязать квадратики, нам необходимы будут нитки и крючок. Работу мы начинаем с того, что набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее мы замыкаем все в круг. Делаем соединительную петельку. И у нас получается вот такой кружочек. Маленький. Теперь нам нужно набрать 3 петли подъема. 1, 2, 3. Далее 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Вот мы сделали 3 воздушных петли. Далее нам необходимо сделать также 3 столбика с одним накидом. 3 воздушных петли. Потом опять 3 столбика с одним накидом. И 3 воздушных петли. Поехали! Вот у меня уже получается такой квадратик. Теперь нам необходимо будет завершить вязание таким образом, чтобы у нас соединилось. Для этого мы делаем 2 столбика с одним накидом. И далее вместо 3 столбика, вот он у нас уже провязан. Мы делали 3 петли подъема. В третью петлю мы делаем соединительную петельку. Вот я провязала 2 столбика с одним накидом. И в третью петлю делаю соединение. Теперь мы начнем наше вязание второго круга, также с вот этой арочки. Для этого мы в арку делаем 1 соединительный столбик. Также идем 3 петли подъема, 3 столбика с одним накидом, 3 воздушных петли и 3 столбика с одним накидом. Делаем самостоятельно. Вот такой уголочек у нас образовался. Далее, внимание, мы делаем 1 воздушную петлю. И сразу идем в следующую арку. 3 столбика с одним накидом, 3 воздушных петли и 3 столбика с одним накидом. Вот у нас образовалось 2 уголочка. Теперь остальные 2 уголка нам нужно обвязать точно так же. Делаем 1 воздушную петлю. Заходим в арку, делаем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом и так далее до конца. В конце вязания мы также сделали соединительную петлю. Сделали 3 петли подъема и 1 воздушную петлю. Теперь мы также заходим в угловую арку. Делаем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушных петли и 3 столбика с одним накидом. Вот такой угол у нас образовался. Я думаю, вы уже поняли, что углы мы делаем по одному принципу. Это между 6 столбиками с одним накидом мы провязываем 3 петли. А когда мы идем по ряду, мы между столбиками с накидом делаем по одной воздушной петле. То есть теперь у нас есть промежуточная арка. Мы также провязываем 1 воздушную петлю. Заходим в арку, провязываем 3 столбика с одним накидом и далее обвязываем угол. И идем так же в промежуточную одну петлю делаем, в арку и угол, как делали всегда. Попробуйте сделать самостоятельно. Вот я продернула нить и теперь у нас получился вот такой квадратик. Такие квадратики можно использовать по шиве пледов. То есть необходимо сделать несколько таких квадратов, можно разноцветные и просто сшить их между собой. Получится очень теплый и очень красивый плед. Так же можно сделать жилетку или какие-то накидки на стулья, на диван. В общем, как позволит ваша фантазия. Спасибо большое за внимание. Пока-пока!